Кавказская война Кавказская война Кавказская война Кавказская война Кавказская война Канамат Баташев родился в ауле Нижняя Тиберда, был третьим ребенком в большой семье Хусея и Леуазы Баташевых. Среди сверстников его отличала любознательность, стремление учиться и завтра быть лучше, чем сегодня. Нередко поступал совсем по-взрослому. Все, кто знает Канамата Баташева, говорят также о его безудержной смелости. Он с самого детства не умел отступать перед опасностью. Тогда я его знал, хорошо знал. Он в детстве тоже такой же был, порядочный, честный, безотказный. Всегда мог прийти на помощь. Даже про его смелость и отвагу можно двумя словами сказать. Он бурную реку горную, тебе да. Когда падка и период, она уровень критический был уровень, переплывал туда и обратно. Когда был еще школьником. Таких трюков было множество. Нет, это не было неким безумством смельчака. Это была подготовка к военной службе, тренировка тела и силы духа. Канамат с детства мечтал о службе в морском флоте и упорно шел к этой своей мечте со школьной скамьи. Когда он, закончив практически похвальный грамот с отличием школы, имея в соответствии с разрядами по спорту, поехал поступать в мореходное училище, высшее военно-морехотное, Нахимовское. Это самое престижное в то время, в советское время было училище. И ему не хватило буквально нескольких баллов, чтобы пройти конкурс. Потому что на одно место было 12 человек. Но он не сломался, не сдался. Когда я с ним разговаривал, он мне сказал так. Я все равно поступлю, не сейчас, а через год. И поступив в мореходную школу годичную, готовили техников для гражданского флота. Закончив его с отличием, уже без конкурса поступил в высшее военное училище. В письме отцу Канамат Восторженный сообщил, что отныне он курсант Ейского высшего военного авиационного училища летчиков имени Комарова. А в ответном письме отец писал, что он может быть кем угодно, но он должен быть лучшим. Карьера Канамата Баташева была стремительной. Он дослужился до звания генерал-майора. Звание генерала, хоть и было заветным, но закрывало небо для Канамата Баташева. Он мог сесть за штурвал только по особому распоряжению. В 2012 году Канамат Баташев, нарушив устав, все же сел за штурвал на учениях в Карелии. Это стало его роковой ошибкой. Сушка разбилась. А Канамат был осужден на 4 года условно и на 5 миллионов, которые он исправно выплачивал государству, будучи уже на пенсии. Но в числе первых откликнулся на зов Родины, когда была объявлена специальная военная операция на Украине. Ему уже было 62 года, когда он снова сел за штурвал Су-25. Он успешно выполнял задачи по поражению назначенных целей, поставленные командованием. Своей дерзостью шокировал противника. Выезжая на задание, выполнив это задание, когда возвращался с задания, он между пятиэтажными домами вылетал по той простой причине, чтобы не попасть под обстрел под радаром. И много случаев таких у него было. Друзья его шутили даже. Канамат даже на красный свет светофора пролетит. Но вылет, совершенный 22 мая 2022 года, стал для генерала-майора Баташева последним. Он уже возвращался с задания, когда получил сигнал о помощи. Группа российских военных подпопасно и попала в окружение. Канамат Баташев не раздумывал, направляя свой штурмовик на неонацистов. Он знал о наличии ПВО и о возможных для себя последствиях. В интервью одному из федеральных изданий на вопрос корреспондента, что такое родина, Канамат Баташев ответил, что это то место, куда обязательно нужно вернуться. Он вернулся, но уже навсегда. Родина высоко оценила подвиг генерал-майора Канамата Баташева. Посмертно ему было присвоено звание Герой России. Своим поступком Канамат Баташев еще раз доказал свою безграничную преданность России. Мадина Каракетова, Лебостанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Жители Черкеска выбрали территорию для благоустройства в 2025 году. Большинство граждан приняли участие во всенародном голосовании за общественные территории и дизайн проекта. С выше 17 тысяч горожан выбрали благоустройство Покровского парка. Всенародное голосование проводит Минстрой России совместно с Единой Россией. Автором проекта, парт проекта «Городская среда» является Единая Россия. В следующем году здесь полностью преобразятся различные зоны отдыха, в том числе детские и спортивные площадки. Они будут оборудованы мягким, безопасным покрытием, современными, качественными, яркими игровыми элементами, которые будут интересны детям разных возрастов. Соавтором благоустройства одного из самых популярных мест отдыха снова станут горожане. Они могут предлагать свои варианты решений по улучшению городской среды. В Министерстве образования подвели итоги уходящего учебного года и определили задачи на будущее. Центральным вопросом повестки дня была подготовка к проведению Единого государственного экзамена. Заседание коллеги прошло в Малом зале Дома правительства. Али Баташев подробнее. Основной вектор развития системы образования было и остается повышение качества и доступности всей системы образования в нашей республике. Председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов отметил, что по инициативе главы республики для решения этих задач разработана региональная программа по повышению качества и доступности образования. Она включает модернизацию и реконструкцию строительства новых объектов в системе образования. За период реализации государственных программ, национальных проектов в республике отреконструировано и построено 73 дошкольных образовательных организации. В этом году мы приступим в рамках нашей региональной программы и по поручению главы мы выделили более 200 миллионов рублей на проведение капитального ремонта детских садов. Это в каждом муниципальном образовании. С 2023 года в республике идет строительство пяти школ. Такого объема строительства в республике еще не было, отметил Мурат Аргунов. В селе Учкикин на 960 мест мы школу открываем уже в этом году. Это четыре школы, которые мы также завершаем в этом году. Это Адрихабольская школа, Хабейская школа, школа в Кордонике и в городе Черкесске. Среди задач, которые предстоит решить ведомству, кадровое обеспечение системы образования, перенагруженность учителей отчетностью, повышение роли родительского сообщества. Важной задачей на ближайшее время является проведение ЕГЭ. Оно начнется с 23 мая, отметила министр образования и науки Инна Кравченко. В этом году его будут сдавать 1888 человек. Во всех аудиториях будет работать видеонаблюдение и система средств подавления связи. А все сданные работы будут проверяться представителями другого субъекта Российской Федерации. Основная наша задача с вами это провести ЕГЭ объективно и, конечно, создать комфортные условия для всех наших ребят, равные условия, которые будут сдавать государственную итоговую аттестацию. Поэтому прошу руководителей муниципальных органов управления образования довести эту информацию до выпускников и родителей. Также в ходе коллегии с докладами о подготовке и принятых мерах к проведению государственной итоговой аттестации выступили представители заинтересованных министерств и ведомств Карачаева-Черкесии. Состоялось награждение самых достойных грамотами и благодарственными письмами от главы республики. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия. В Черкесске прошла торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации 60 гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Мероприятие проходило в рамках Всероссийской акции «Мы граждане России», приуроченное ко Дню общественных объединений. Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни школьников. У адрес молодежи звучали напутственные слова и пожелания. Виновникам торжественного мероприятия также были вручены памятные подарки от Общероссийского общественного государственного движения молодежи «Движение первых». Это очень важный документ. Я очень ждала, когда я его получу, свое общественное зацеление. И получила я очень рада. Хотелось, чтобы это было не просто пришел, расписался и ушел, а чтобы это прошло в торжественной обстановке, с интересными, значимыми взрослыми. Чтобы каждый месяц разное количество, вот на данный момент около 60 детей у нас сегодня только из города Черкеска получили свой важный, нужный, государственный, главный документ. В Кочегуе имени Умара Алиева прошли 20-е Кирилло-Мефодьевские чтения. Данный научный форум по традиции приурочен ко Дню славянской письменности. Со Всероссийской научной конференции репортаж Алихана Лепшокова. По доброй традиции Кирилло-Мефодьевские чтения собрали преподаватели, студентов, ученых, языковедов из различных регионов России и зарубежья. Каждый момент научного мероприятия был наполнен духом славянской культуры и традицией. Торжественное открытие чтения началось с выступления ансамбля казачьих песен Любава Государственной филармонии Республики. После иностранных студентов университета прочитали стихи известных русских поэтов. Русский язык не только инструмент коммуникации, но и символ нашей общей культуры, истории и национального достоинства, отметил исполняющий обязанности ректора Кычагу Таусултан Узденов. Сегодня русский язык приобрел новое звучание и новое понимание для нас, для всех. Сегодня русский язык еще и средство отстаивания своей культурной идентичности. Культурной идентичности не только русского и не столько русского мира, а основы традиционной духовной культуры. Русский язык сегодня и русская культура это средство, фактор отстаивания своей идентичности перед валом глобализации. Со словами приветствия и с докладом выступил благочин Южного Карачева Черкесского церковного округа протеерей Евгений Суптельный. Он подчеркнул, что ВУЗ проводит большую работу по сохранению и развитию русского языка. После чего вручил благодарственные письма работникам ВУЗа за организацию и проведение на достойном уровне вот уже 20 лет Кирилла Мефодийских чтений. Мне бесконечно приятно. Приятно, что мы собираемся одной большой, дружной, теплой семьей. Что каждый раз приезжая сюда, в Карачаевский государственный университет, где я довольно частый гость, я вижу как новые лица студентов, так и хорошо знакомые мне лица наших замечательных преподавателей, усилиями которых эти чтения проходят на таком высоком уровне. Гость из Венгрии, тюрколог, филолог Дауд Карашорумф поблагодарил организаторов конференции и в своем выступлении подчеркнул важность кириллицы в развитии венгерского языка и культуры. В Ставропольском крае есть город Маджар, Буденновск, возле города Буденновска. И это древний город, у нас самоназвание венгровое, это Маджар, мы Маджары. И наши предки там жили и создавал свое государство. Город первый раз, там в письменности, есть заметка в этом городе, когда Кировик Мефодия ездил из Крыма до Волги, и они встретились с хазарским ханом на Волге, чтобы крестить его. Исполняющий обязанности ректора Качагу Утал Султан Узденов наградил грамотами от Министерства образования и науки Республики преподавателей кафедр литературы и журналистики русского языка и литературы. После пленарной части конференция продолжилась секция, где с научными докладами выступили педагоги, ученые и студенты. Али Ханепшоков, Али Бастанов, Ислам Хапаев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Старший помощник прокурора Карачаева-Черкесии Елена Дармаграева рассказала нашему корреспонденту Бали Джозаева о защите прав предпринимателей. Далее в эфире программа «Сила права».